Привет бойцы! Фавер на связи. В этом видео я хочу поговорить об основном оружии медика и рассмотрю каждую категорию. Я надеюсь эта информация будет особенно полезна новичкам и поможет лучше понять как выбрать оружие и на что стоит обратить внимание при выборе. Поехали! Начнем с того, что медик это в первую очередь опасная боевая единица, но на короткой дистанции. А значит для медика важно что? Нет, не темный теплый угол. И конечно не пышный и уютный куст. Для медика главное мгновенно ликвидировать противника, сумевшего подобраться на короткую дистанцию. А в этом ему поможет мощный дробовик. И при выборе придется понять, что для вас важнее. Убойная сила или скорострельность? Довольно часто играя за этот класс, я сделал для себя выбор. И понял, что мне удобнее использовать дробовики, обладающие достаточной скорострельностью и в то же время хорошим уроном. То есть мне нужен дробовик, который с большей вероятностью сваншотит, но при этом не будет иметь большой промежуток времени между выстрелами. Другими словами, я сторонник скорострельных помповых дробовиков. Давайте же теперь взглянем на самую первую категорию оружия. Это оружие от поставщиков, которое можно разблокировать просто играя и получая опыт. Эта категория на данный момент делится на 4 ветки. Обычные, редкие, раритетные и легендарные. Не сложно предположить, что чем выше ветка, тем лучше оружие по характеристикам. И естественно лидером в этой категории является Сайга Кастом. Это не помповый дробовик, а карабин, поэтому скорострельности ему хоть отбавляй. Целых 175 единиц. А урон, как у большинства помповых оружий, 660 единиц. Да и емкость в 12 патронов большое преимущество. Но чтобы это оружие стало доступно, нужно потратить десятки и даже сотни часов игры. А значит имеет смысл присмотреться к более доступным дробовикам. И если выбирать из помповых оружий, то мне больше по душе Бенели Ново Тактикл. Конечно Бенели М4 Супер 90 тоже неплох и скорострел выше. Но у Ново Тактикл урон выше аж на 150 единиц. И точность тоже слегка больше. Поэтому вполне достойным вариантом можно считать именно Бенели Ново Тактикл. Ну а если вам хочется почувствовать себя немного штурмовиком, шучу. Конечно такого чувства не возникнет. Но тем не менее, есть неплохой самозарядный карабин из категории раритетные. Это Вепрь. Эффективная дальность у него небольшая. Но благодаря темпу стрельбы в 300 единиц и 8 патронами в магазине, можно доставить достаточно проблем противнику. В общем, если вы выбираете оружие из категории поставщиков, то я рекомендую присмотреться к Бенели Ново Тактикл, к Вепрю, ну и естественно к лидеру этой категории Сайге Кастом. Ну а следующая категория это оружие за варбаксы на время. На самом деле, в эту категорию можно также включить и коробочное оружие за варбаксы. Несмотря на то, что навсегда вытянуть пушку довольно непросто, в коробках за варбаксы неплохо падает оружие на время. А значит, что можно также использовать это оружие. Да еще и не придется платить за его ремонт. Выбор в этой категории довольно велик, но из всего многообразия явно выделяется 4 лидера. И на сегодняшний день это Ютас УТС-15, Сайтвиндер Веном, Фабарм ПСС-10 и Дерия МК-10 ВР-102. Дерия это автоматическое ружье, примерно такое же как Вепрь, но превосходит его по характеристикам. И если вам по душе автоматические дробовики, то Дерия будет хорошей заменой Вепрю. А вот с помповыми дробовиками можно слегка разобраться. Лично мне нравятся все три выбранных оружия. Фабарм чуток проседает почти по всем характеристикам, кроме скорострельности. Скорострельность это его конек. Играя с этим оружием, я не задумываясь, наводясь на цель, кликал сразу два раза. И даже не было ощущения, что урона где-то не хватает. Если не первая, то вторая дробь гарантированно отправляет противника на респаун. И что у нас остается? Остается у нас еще два превосходных дробовика, очень схожих по характеристикам. Это Веном и Ютас. Темп стрельбы, дальность и урон очень близки как у одного, так и у другого дробовика. Но у Ютаса значительно выше точность, как от бедра, так и в прицеле. А это немаловажно. Но и Веном имеет неплохое преимущество в виде уникальных модулей на цевье и уникальный прицел. Благодаря смене модулей на цевье, можно слегка разогнать скорострельность, либо увеличить точность. Тем самым настроив оружие под тот стиль игры, который вам по душе. Вот такие дела. Так что, если вы выбираете оружие из категории варбаксы на время, то присмотритесь именно к этим четырем дробовикам. Сайтвиндер Веном, Ютас УТС-15, Фабарм ПСС-10 и Дерия МК-10. Ну, а теперь перейдем к категории оружие за кредиты. И выбирая оружие из этой категории, можно очень долго спорить. Так как мы понимаем, что на вкус и цвет фломастеры разные. И с любым оружием из этой категории можно показать хорошую игру. Но все же я постараюсь выделить несколько пушек. По традиции начну с скорострелов. И автоматическим дробовиком в этой категории является легендарный Юсас-12. Как же лихо он разжигал очаги в свое время, если вы понимаете о чем я. Но сейчас все больше игроков отдает предпочтение помповым дробовикам. Из помповых я бы выделил два классических дробовика. Это МАК-7 и Фабарм Компакт. И два дробовика с изюминкой и со своей душой. Это Винчестер 1887 и ДП-12. Под изюминкой я подразумеваю особый геймплей. И давайте взглянем на два этих дробовика. Эти пушки обладают огромным уроном. Но привыкнуть к ним не так просто. Винчестер, например, не имеет никаких модулей. И естественно нет прицела. Но точности при стрельбе от бедра хватает, чтобы вселять страх в противника, который успел подобраться близко. А ДП-12 за доли секунд способен нанести максимальный урон в 1320 единиц благодаря выстрелу дуплетом. Но на дистанциях, превышающих эффективную дальность, от него толку уже гораздо меньше. Не самая высокая точность и падение урона могут помешать ликвидировать противника одним выстрелом. А промежуток между дуплетом довольно ощутимый. Но все же привыкнув к этому оружию, можно беспощадно уничтожать противника. Ну а теперь перейдем к оставшимся двум помповым дробовикам. Это МАГ-7 и ФАБАРМ КОМПАКТ. По характеристикам они очень похожи, но МАГ-7 превосходит ФАБАРМ почти по всем параметрам. Только лишь урон у МАГа меньше на 20 единиц. Да в магазине на один патрон поменьше. Оба эти дробовика обладают достаточным уроном и скорострельностью, чтобы по праву считаться универсальными и подходящими для любого режима и стиля игры. Лично мой выбор это естественно МАГ-7. Помимо всех характеристик у него еще и довольно компактная моделька. А визуальная составляющая важна не меньше чем остальные характеристики. И на данный момент, если вы думаете какое же оружие на Медика попробовать вытянуть из коробок, то я рекомендую именно эти 4 дробовика. Винчестер, ДП-12, ФАБАРМ КОМПАКТ и естественно топ 1, по крайней мере для меня это конечно МАГ-7. Ну вот и все друзья. Обзор дробовиков от ФАВЕРа можно считать завершенным. А на подходе обзор снайперских винтовок. Если вы считаете, что информация может быть полезна начинающим игрокам, то ставьте палец вверх. Желаю всем побед и хорошего настроения. С вами был ФАВЕРСОН. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.